здравствуйте дорогие друзья обратите внимание вот сила обновления она заложена во все живое на земле творец дал нашему мозгу психике делу все инструменты и средства чтобы обновляться освежаться утром встаем уже другой человек оказалось вечером еле-еле ноги а тут раз и встал и если этот процесс вот для нас стал естественным то ослабилась какая-то нить с источником что-то мы недопонимаем для этого нужна вот книга которая мы как бы называя книга не понимаем до конца сути это тора поэтому начало чтения цикл начало чтения тор это потрясающе надо брать на себя какие-то вещи поглубляться вдумайтесь я не знаю должно потрясти человека откройте недельную главу 13 сразу с начала нашей недельной главы написано хамасом наполнилась земля в торе написано хамасом наполнилась земля написано разбоем убийствами и так далее но это прямо относится написано всю жизнь идет понедельной главе то есть ну хотя бы это дано нам для того чтобы мы как-то мозги включили обратите внимание сегодня рушходыш месяца самого считается сложного месяца в году месяца без единого праздничного дня который следует за тишреем полным света когда мы проводили там разные много в синагоге и название это поэтому у него такое мар хишван горький хишван и что ж такого горького в этом месяце мудрецы утверждают что мар хишване умерла наша праматерь рахель что единое еврейское государство распалась на два царства израиль и иудею что в этом месяце вавилонский царь на выхода нестер разрушил первый храм и приказал убить пятерых сыновей цитхьяку прямо на его глазах и после этого был ослеплен и создан сослан вавилон где и умер есть очень длинный список есть еще одна причина именно в том что в этот месяц согласно мнению которые приведены в талмуде начался всемирный поток и это соотносится с нашей недельной главой написано в 600 год жизни ноя во второй месяц в семнадцатый день месяца вскрылись все источники и так далее то есть это это вот наш наша да но главное все же горечь не считалось там считается что это единственный месяц в году в котором нет ни одного праздника нет ни одной значимой такой даты которая нарушает повседневность здесь есть тоже огромный огромный урок во первых но помимо трудности внезапного привыкания к рутине это вообще необычно для еврейского календаря каждом месяце что то есть а тут только в мархешван ничем не отмечены не может быть ведь такого ну бог он справедливым не может просто так что-то сделать и вот возникает вопрос откуда такая крайность разве не лучше немножко там с одного месяца перенести на другой вот и вот здесь речь идет о взлете и рутине очень часто люди которые пообщались с праведником что-то произошло они взлетают духовно считается вот я сейчас да возьму сделаю переверну проходит немножко время рутина засасывает и все проходит любавический ребе выдвинул по этому поводу важнейшую идею что он сказал предположим людям не удается поддерживать свои супружеские отношения на таком уровне чтобы их чувство волновали каждое утро как новые да или человеку надо скучную работу делать ежедневно именно таких случаях особенно важно прислушиваться к этой идее и понятие пока мы принимаем мы не меняемся еще раз пока мы находимся в пассивном состоянии получаем или празднуем или получаем в извне мы не связаны с тем что происходит только когда мы приступаем какому-то созиданию какой-то борьбе каким-то изменением совершается переход который разрушает вот это вот разделение между материи который нам кажется все и божественное которое на самом деле есть праздники они окутывают нам теплом но они это не жизнь праздники это прекрасное время но она не раскроет нас внутри и не поможет нашей работе это передышка в нашей вот это вот борьбе и вот повседневность это совсем другое вот это должно приводить к высшим достижениям рутина всякая там все это все да это и есть наша жизнь человек божье существо стремящимся творить и только когда он борется с собой нам делает что-то необычное он он и он и есть он и исполняет смысл жизни месяц хешван после праздников раньше мы поглощали извнея теперь приходится самим обращаться к себе и надо понять что это единственно правильный путь это во всех аспектах жизни в рослы взрослые люди знают что если сказочный месяц там провели медовый это не гарантирует успех брака все может быть по-другому то же самое воспитание детей количество игрушек там всяких там меньше влияет на его развитие чем когда ты ну поощряешь приложить усилия выйти из зоны комфорта что-то сделать поскольку жизнь эта борьба и упорный труд и только это оправдывает наше существование вот это символ месяца хешван а теперь о самом главном что касается горечи месяца хешван в медраше я в худшем они мы читаем так же как месяцу кисле всевышний воздаст будущем он воздаст будущем месяцу мар хешван по мнению многих комментаторов эти слова означают что во-первых в хешване может вообще построен быть третий храм и уж как минимум произойдя какая-то великая победа которая можно будет праздновать и может быть вот сейчас как рождается вот это вот новая победа брахавы от слаха а а